Маршрут пролегает из Абрау в Дюрсо, проходит по побережью Черного моря и завершается в Анапе. Только по предварительным данным в забеге примут участие более 400 человек из России и Европы. Почему организаторы уже второй год подряд выбирают наш город в качестве соревновательной базы и почему этот вид спорта становится популярным, нам рассказали представители Организационного комитета. Массовые забеги идут практически во всех уголках мира. И в нашей стране это та же тенденция, происходит то же самое у нас. Во всех городах, в крупных городах, стараются организовать свой трейл. Это становится такой спортивной визитной карточкой. Если в том году мы выступали первыми здесь, когда запускали трейл, и по побережью о трейлах еще ничего не знали, то уже буквально после нашего трейла в этом году, в апреле месяце, Новороссийск проводит свой трейл в Маркход, 80 километров забег, плюс сателлиты. В Туапсе забег, в Горячем ключе, в Сочи забеге, в Геленджике. То есть все города охвачены этим увлечением, этим модным новым направлением. Трейл сочетает в себе не только спортивные занятия, не только такую вот фуносливость, физическую нагрузку, но еще и все достоинства и качество увлекательного путешествия. И трейлы многие спортсмены выбирают уже не по протяженности, не по спортивной дистанции, а по интересу. Насколько он красивый, насколько он впечатлительный. Есть даже такой параметр, насколько он эпический. И если вы посмотрите видеоотчет об этих трейлах, то вы увидите, что это на самом деле удивительные приключения, которые по своей эмоциональной нагрузке совершенно могут конкурировать с некоторыми экшн-фильмами. Это очень интересно, это очень модно. И поэтому в нашем городе просто в течение обстоятельств произошло, сложились так обстоятельства, что в нашем городе появился человек, это Илья Бейлин, который давно занимается спортом, давно занимается бегом, и занимается он через фирму Триспорт. Он был здесь, он проводил свои тренировки здесь и по пляжу, и по горам бегал. И высказал свое предположение, что здорово было бы здесь, в таком красивом месте, провести этот трейл. По Черноморскому побережью, по горам, с видами на горы, с видами на море. Ну, уникальное место. Сначала это прозвучало как просто предложение, а потом стали обсуждать, и сошлись люди, которые могли это дело организовать. Пригласили меня, как человека, который знает всю эту местность, включая до Абрао-Дюрсо. И вместе, вот в прошлом году, за лето, за полтора месяца мы подготовили трассу, оценили ее, записали трек на GPS, подали международную организацию на регистрацию, и ее официально зарегистрировали, в официальной трассе, и провели первое соревнование. Поэтому счастливое стечение обстоятельств для Анапы. Мы первые, кто провели вот такой вот уникальный трейл. Продолжение следует...